Очередное заседание Ассоциации вузов Черноземья состоялось на базе Рязанского государственного университета имени Есенина. Университет только в сентябре вступил в крупный союз высших учебных заведений и уже принимает на своей территории представителей разных регионов, чтобы обсудить крайне важные и сложные вопросы. На повестке дня воспитательная работа в системе высшего образования. Черноземья очень чувствует те риски, которые существуют и в части потенциальных рисков вербовки студентов и непотенциальных. Мы знаем такие случаи неоднократные. Мы видим то, что миграционные потоки, которые идут из различных субъектов федерации, из других стран, в том числе в странах, где вспыхивают конфликты, межконфессиональные конфликты особенно, приезжают сюда студенты с определенной идеологией, с определенными задачами. Как организовать эту работу, мы решали здесь на базе Рязанского государственного университета имени Есенина. Отдельная секция работает по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. У вас очень благородная земля Рязанская и очень много замечательных людей воспитала ваша Рязанская земля и ваши вузы. Ну а если серьезно говорить, то мы выбрали тему очень сложную и многогранную. Тема воспитания включает в себя и работу со студентами, и патриотическое воспитание, и работу со школьниками, с одаренными детьми. Отдельно была работа секции посвящена экстремизму и противодействию идеологии терроризма. Учитывая, что полем активной деятельности пропагандистов и вербовщиков давно стали бескрайние просторы интернета, в частности, социальные сети, которыми пользуются в большинстве молодые люди, именно студенты и школьники становятся объектом воздействия пагубных идей. И задача сформировать у молодежи критическое мышление, собственный взгляд на информацию, которую можно встретить в сетях, стоит перед разными структурами, в частности, перед учебными заведениями. Разнообразие сайтов и материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма, велико. Было обсуждено и выявлено, допустим, основные четыре класса вот таких веб-сайтов или информационных ресурсов. Это чисто антитеррористические сайты, это экстремистские сайты, это справочная информация, которая может представляться в виде рекомендаций, как сделать подробное сродство, как сделать какие-то вещи, связанные с использованием этих инструментов и несколько других источников. На сегодняшний день надо прекрасно понимать или просто понимать, что расчет тех, кто выставляет такую информацию на сайтах, это сделать такое сообщество, которое не является внешне руководимым. Это такая самоорганизующая среда, которой каждый отвечает за саму себя. Специалисты не зря бьют тревогу. Вовлечение в экстремистскую деятельность образованных молодых людей в современном мире нарастает. Вот почему необходимость комплексно подойти к воспитательной работе в высшей школе настолько актуальна сегодня. Обсуждались очень важные вопросы. Вопросы воспитательной работы, вопросы противодействия экстремизму. Мы обобщили опыт, накопленный в университетах Черноземья. И сейчас будем работать над этой информацией, которой обладаем по результатам этой встречи.